Друзья, конечно же, завтрак должен быть полезным. И мне кажется, сейчас то, что мы приготовим, а приготовим мы морковный напиток, очень хорошо подходит и для завтрака. Приготовим мы рецепт по... прислала нам его по рецепту Олеси Буслаевой. Спасибо. Очень простой, поэтому мы справимся, друзья. Спасибо, Олесе, что поучаствовали. И у нас продолжается еще пикниковый период. И условия какие? Рецепт какой? Какой рецепт? Мы ссыпаем морковь, их должно быть 4 штуки, но мы немножечко поменьше взяли, чтобы уж тут на неделю не остаться. Думаешь, тут ее не чистили? Это нормально? Ее чистили, мне кажется. 4 морковочки, 4 морковочки нарезали, но... Сверху яблочко, понимаешь? И не только. Давай-ка ты вот самый главный ингредиент обозначишь. Да тут что? Морковь, яблоки и вот это, это имбирь. Но есть еще один элемент, который обязательно нужно тоже подготовить, это вода. Вот и все, больше ничего не нужно. Ну, собственно, мы сделали, добавляем воду сейчас, как ты думаешь? Нет, 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 по рецепту. Сначала мы измельчаем, это немножечко дает сок, ну, морковочка, яблочко. Тебе помочь? Тебя заменить? Ты знаешь, да, кажется, здесь нужны усилия. Давай, давай. Сейчас мы проблендерим. Я немножечко переживаю. За что? Чтобы морковка у нас хорошо пробилась, летит. Насколько хорошо ты хочешь, чтобы она пробилась? Ну, как-то, чтобы она, знаешь, не заостряла, когда будем пить этот чудесный напиток. Там потребуется просто немножечко времени, и мы обязательно... Нам нужна ложечка, мне кажется, да? Сейчас она у нас появится. Просто нам нужно время. Давай, ты будешь периодически приподнимать, а я убираю. Олеся, нам, конечно, не хватает вас здесь с нами, чтобы вы рассказали, какие у вас есть лайфхаки, как сделать так, чтобы морковка скорее пробивалась. Ну, или хотя бы... Посиднее, может, может быть... Отлично. Нет, не получается. Это еще и тренировка сейчас у тебя получится. Ой, ажблендер открылся. А смотри, какой красивый цвет получается. Отлично. Как бы ты назвала этот цвет, а, Саша? Морковный? Морковный? Мне кажется, тут все... Морковно-яблочный тогда уже. Вот так вот, да? Морковь с молоком вот можно еще, да? Нет, молока, кстати, не надо. По рецепту мы все строго следуем рецепту. Мне кажется, уже получилось, уже нормально. Уже, да? Можно добавлять имбий. Имбий. Да. Давай еще раз. У нас 4 морковки, 2 яблока и 1 чайная ложка. Это чайная у тебя? Нет, конечно, это столовая. Но ты же сможешь сделать так, чтобы чайная была. На глазик. Мне кажется, похоже. И мы с имбирь. Да, имбирь. Сухой имбирь добавляем. Хочешь еще яблочко добавить? Давай, давай, без проблем. Давай еще. Ну, давай, побольше. Побольше. Чего побольше. Витаминов не бывает. Пальцы береги. Только пальцы береги. Так, а воду? Воду давай. Сейчас чуть-чуть размельчу. Вообще, как вы понимаете, морковка очень полезна. Чем? Витаминами? Ну, конечно, кератин. Он же помогает хорошо загорать. Загорать? Чтобы хороший был загар равномерный. То есть можно, в принципе, морковку поесть и на пляж не ходить? Ну, не один же. Нет, подожди. Надо выйти все-таки на солнышко, чтобы морковку. Давай воду. Давай прям сюда сможешь? Оп. Ой-ой-ой, что-то так много воды. Да что-то еда, я кажется, разогналась. Нет, ну вообще 300. Все как надо, мы отметили. 300 миллилитров даже, наверное, даже 300 не добавим. Посмотри, какая прекрасная консистенция бархатная получается. А как это пить? Это густо, чтобы пить. Я думаю, что через трубочку-то точно не получится. В любом случае. Какая-то очень большая, широкая должна быть такая трубочка. Да, да, да. Не, ну а что, как морковный напиток, может быть, и не через трубочку, но это... Мне знаешь, что любопытно, вспомнит ли сейчас кто-нибудь из наших телезрителей все эти смешные медицинские сериалы, в которых есть предположение, что если очень много морковки кушать, то станешь оранжевым, что тоже станет прямо оранжевым. Это миф? Ну, мне кажется, это немножко преувеличение. Сколько надо моркови съесть, чтобы это произошло? Давай, давай, давай. Давай, давай, без дела, да, стоишь? Вообще, да, да. Блин, хватит. Все, остановилась. Слушайте, ну какой классный рецепт. Все очень просто, все легко. Вот, а вот это уже... Эффектно. Смотрите-ка. А, нет, оно разлетается. Ты же в парточке, что ты, не переживай. Сейчас прямо на камеру. Отлично, отлично. Убегай с камеры, а то забрызгаю. Убегай, убегай. Как думаешь, уже то, что надо, консистенция? Ну, пробуй. Лучше не будет, мне кажется. Я уже не смогу ничего сделать. Ставлю тебе ближе сюда. Да. Надо сейчас аккуратно еще перелить. Это, знаете, не так уж просто. Так. Все, забирай. Ага. Можешь забирать, если готово. Вот классно, что у нас есть такой проект, как пикниковый период. Ну, вот каждый эфир что-нибудь готовим, что-нибудь вкусное пробуем. Ну, так здорово. Мне кажется, знаешь, на что похоже? На смузи больше. У нас с тобой смузи. А смузи как раз это же тогда, когда не так жидко, да? То есть, когда прям... Ну, что? Пробуем. Давай пробуем. Налилаты здорово. Ну, ты знаешь, не все получается не у всех. Это явно не мой талант. Ой, это мы правильно начинаем в пятницу. Выходные. Нет, в понедельничек бы, конечно, что-то такое. А что? Не, ну, густой прям. Мне кажется, мы маловато воды добавили. Думаешь, было бы... Да, надо бы. А чувствуешь имбирь? Да. Вот он пошел, как после вкусия. Пошел имбирь. Пошел имбирь. И здесь музыка лекарь должна быть. Маленький, ну, очень интересно. Очень интересно это все. Ну, конечно, мне кажется, одним имбирем и морковным напитком сыт не будешь. Поэтому, друзья, что еще на завтрак? На завтрак, мне кажется, идеально подойдет бутербродик с паштетом. И тем более, я, ну, честно признаюсь, люблю, когда все легко и просто. Ну, наверное, таких тоже много. Чтобы вот так вот взял просто, открыл баночку, намазал на хлебушек, и все, и уже у тебя завтрак готов. И напиток, кстати, морковный сегодня тоже легко мы приготовили. Всю неделю мы готовили и вкусно кушали с партнером нашего проекта мясничий. И сегодня не исключение. Бутерброды на завтрак с паштетом от мясничий. Это всегда вкусно, еще и полезно. И не только на завтрак, но и взять с собой, например, на пикник. И, кстати, о пикниках. Все для спонтанного пикника есть в этих магазинах. Магазинах мясничий. Мясо и стейки в авторских маринадах, сочные колбаски для гриля, готовые блюда из отборного мяса с натуральными овощами и, конечно же, специями. Выбирайте еду на свой вкус и не забудьте про уголь и розжиг. Это тоже все есть. Представляете, можете все в одном месте для пикника взять. И по секрету только для вас, уважаемые зрители, все лето маринованный шашлык и свинины всего 299 рублей за 1 килограмм. При покупке в магазине или заказе на сайте используйте карту мясничий с новой бонусной программой. Это кэшбэк с каждой покупки, классные акции и выгодные предложения. Поэтому я знаю, куда вы сегодня проснетесь и с утра забежите, чтобы взять на завтрак такой вкусный паштетик.